Подготовка к отопительному сезону, ремонт дорог, вакцинация и благоустройство городского округа. Эти темы обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина. За последнюю неделю администрация получила 760 обращений от жителей. Кимчане жалуются на неисправность фонарей, отсутствие разметки на дороге и проблемы ЖКХ. Обращаю ваше внимание, что у вас вообще провалы грунта не устраняются. На левом берегу с пятницы есть провал на дороге, который сейчас просто огородили и все, ничего не происходит несколько дней. Дмитрий Волошин дал распоряжение ускорить темп ремонта дорог в городском округе. Сейчас ремонтируют 80 ям в неделю, а голова поставил план 140 ям в день. В настоящее время у нас на территории городского округа зафиксировано через систему контроля порядка 9 тысяч ям. Из них в настоящее время чуть больше 7 тысяч отремонтировано. И в ближайшее время темпы работы мы планируем активизировать для того, чтобы к 1 сентября ямочность устранить на территории города, выявленную полностью. Также жители городского округа обращаются в администрацию со своими пожеланиями по изменению автобусных маршрутов. Все запросы обрабатывают и вносят изменения в расписание транспорта. Нами запланировано увеличение количества автобусов, наряда маршрутов. Также внесение изменений в планы организации дорожного движения, установка дополнительных светофорных объектов, разворотных кругов и изменение направления движения. Это позволит нам во второй половине текущего года, в 2022 году, внести изменения в работу шести маршрутов городского округа, увеличив на них либо количество транспортных средств, либо маршрут прохождения. И по нашим оценкам это должно затронуть порядка 25-30 тысяч пассажиров. Будут построены дополнительные съезды с Ленинградского шоссе на Репинскую развязку, а также запустят три дополнительных автобуса от Ивакина до станции Химки. А маршрут номер 1274К, идущий от ЖК солнечной системы до метро Ховрина, станет бесплатным для льготников. Еще один важный вопрос, который обсуждали на совещании, это темпы вакцинации от коронавируса. По информации Минздрава, в Московскую область поступила вакцина «Спутник Лайт», и на две недели мы ждем возможности поступления и предоставления нашим жителям такой вакцины «Спутник Лайт». В Химках вакцинировалось уже 45% взрослого населения, это более 95 тысяч человек. Но для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо, чтобы привелись еще как минимум 30 тысяч человек. Для этого в Химках работают как стационарные, так и мобильные пункты вакцинации. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, а также в ТЦ «Мегахимки», «Лигахов», «Грант» и в клубе «Активное долголетие». Работают также выездные бригады, которые вакцинируют сотрудников предприятий по запросам работодателей.